Так приятно случилось, что городу Великие Луки почти одновременно на разных монетных дворах было посвящено две монеты. Вот с гербом. Маленькая монетка из серии городовоинской славы Великие Луки выходила в 2012 году. Вот такая прелесть монетка с гербом города. Выходила она на Санкт-Петербургском монетном дворе. И вот которой монетка побольше. Это древнейшие города России. Тоже такая хорошая серия, приятная. В 2016 году Московский монетный двор на такую вот монетку расщедрился для коллекционеров и выпустил. Так, чего ради мы вдруг эти прекрасные монеты достали и раздобыли из наших запасников? Дело в том, что сегодня почти круглая дата 852-летия города Великие Луки. Год основания 1166. И вот отмечает он день города в 4 субботу августа. И вот в 2018 году эта дата как раз выпадает на сегодня, на 25 августа. Вообще Великие Луки это такой российский город в Псковской области, расположенный в пределах Лаватской низины. На берегах реки Лавать. Город считается приграничным. От него до Белоруссии всего-то 80 километров. Ну, до Литвы немножко подальше. 200 км, но все равно как бы западные рубежи. Река Лавать протекает через весь город, деля его надвое и делая крутые повороты 7 раз. Отсюда и происхождение топонима в средневековье Лукой называли кривой поворот реки Дугу. Ну, вот есть другое предположение относительно названия города. В древнерусском языке Лука это Луг. Соответственно, Великие Луки можно перевести как Большие Обширные Луга. Ну, сильно, видать, не заморачивались. Все-таки взяли на герб три Лука, воткнули. Как бы не вдаваясь в большие подробности, ну, тем не менее, вот такая монетка и герб города. Герб города как бы вот с названием-то почти ничего не имеющего. Хотя, находясь на западных рубежах России, город доставалось очень часто. Поэтому, как бы, пусть даже холодное вооружение, но на гербе города это как бы понятно и ясно. Ясный такой прозрачный намек. Вообще, впервые Великие Луки упоминаются в летописи 1166 года. Однако, в виде отдельных поселений город возник еще раньше, в 8-9 веках, и располагался на Великом водном пути из Варяг в Греки. Долгое время, вплоть до 18 века, он нес службу города-крепости, стоя на страже новгородских земель. Жители Великих Лук служили России во время Ливонской войны, Северной, Русско-Польских, Русско-Турецких войн, Отечественной войны 1812 года. Особую страницу в истории города занимают грозные события Великой Отечественной войны. Во время Великолугского сражения, с 16 по 27 июля 1941 года, советские солдаты, летчики, партизаны задержали немецкую армию в ее продвижении на Москву. Ожесточенные бои велись и позже, на протяжении двух месяцев, 1942-1943 годов, силами нашей армии немцы попали в окружение, все части противника были уничтожены или сдались в плен. Сражение было названо Великолугской наступательной операцией, и участники достойно выполнили свою задачу, за что были удостойны благодарности в приказе Иосифа Виссарионовича Сталина в январе 1943 года. К моменту окончания войны в городе осталось всего-то 300 домов. Более трех тысяч были сожжены. Отдельным подвигом можно называть то, в какие сроки великолучане восстановили свой город. Уже к 1950 году Великий Лук был заново отстроен. Снова начала развиваться промышленность. За героические подвиги во время войны в 2008 году Великий Лук был удостоен почетного звания город воинской славы. Чуть-чуть попозже, в 2012 году, вышла вот такая прелесть монетка из этой серии, из серии города воинской славы. Давайте я вам другую сторону покажу. О доблестной истории города можно узнать, посетив культурные памятники. В Великих Луках сохранились бастионы. Стены крепости времен Северной войны начала XVIII века. Высота стен доходит до 16 метров. Здесь установлены обилизки славы. А в инженерном бастионе находится мемориал памяти танкистам-освободителям города. Но город может похвастаться не только своей историей, но и своими людьми. Здесь родились и проживали герои Советского Союза. Знаменитые деятели науки, культуры, усадьбы, где они жили, стали музеями. Это знаменитый математик Виноградов. Первая женщина математики и общественные деятели София Ковалевская. Известный русский композитор Модест Мусоргский. Маршал Константин Рокоссовский. Они лишь не будут посетить красивейшие храмы Великих Лук. Свято-Вознесенский собор 1752 года. Казанскую церковь. О прошлом этой земли расскажут в Краеведческом и Литературно-Художественных музеях. День города в Великих Луках празднуется летом. Еще раз скажу, что мы имеем на гербе города Луки. Еще раз поверну монеточку с другой стороной, поскольку мы обреверемся. Так, а эту на всякий случай покажу с другой стороны. Вот так вот будет правильно. Герб города Великий Луки был восстановлен в 2001 году на основе исторического герба 1781 года, который ему даровала лично Екатерина Великая. Описание его гласит, в пересеченном с зеленью и черленом поле три золотых продольно положенных лука. Ну и флаг, соответственно, повторяет символику герба. Три лука золотого цвета символизируют прочность, величие, интеллект, богатство. Ну что ж, великолучан, великолукцев, поздравляю с праздником. Всех, кто причастен к этому городу, кто хоть раз там побывал, мало ли по каким делам, но вот тех, кто хоть как-то касается к этому городу, всех поздравляю с днем города Великий Луки. Еще раз напомню, 852-летие сегодня мы справляем, сегодня 25 августа. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.